Филипп Хэтил, Мик из Бенеджат и Крис Крайдер. Причем между второй и третьей шайбой прошло всего лишь 6 секунд. Торото снова начинает активно. Они штурмуют ворота Игоря Шестеркина. И здесь великолепный сейф Игоря Шестеркина. Он закрывает дальнюю штангу. Где Шестеркин работает, работает и продолжает. Работать очень сложно. Бросок, добивание. Шайба перед глазами Шестеркина мечется. И здесь отскок от лицевого борта добивание с дальней штанги. Не последовал. Шестеркин каким-то чудом успел сориентироваться и выставить щиток за 15 матчей за Торото Мэнлис. В этом сезоне он забил 7 шайб и 9 передач. Атака ответная. Великолепный сейф Игоря Шестеркина. В вот таком эффектном акробатическом этюде в полушпагате. Шестеркин вытаскивает этот бросок сходу. Непонятно зачем начал он протыкать, пытаться шайбу. В итоге перехват. Капанит бросок. В стиле Лунквиста сейчас Шестеркина отражает этот бросок. Кто смотрит, как Торонто не бросает своих намерений. Они продолжают лезть вперед. Они продолжают использовать самые разнообразные розыгрыши. Например, пас из ворот прошел. Бросок состоялся. Шестеркин даже не моргнул глазом. Вот только сейчас начал моргать. Смотрите. Знаете, когда я смотрел даже неполные матчи дебютных игр Шестеркина, у меня было скептическое настроение отношения Шестеркина. Как-то вот сыровато он смотрелся по технике, по действиям. Но опять-таки умудрялся побеждать. И как это выяснилось потом, Шестеркин крайне нервничает перед матчами. Ему об этом мы сразу же незамедлительно сказали в клубе. И заставили его пересмотреть свою подготовку к матчу. Лишнее, что называется, не накручивать перед встречей. За счет чего психологическая нагрузка существенно снизилась у игры Шестеркина. За счет чего, будем верить, у него выступления в национальной хоккейной лиге станут только сильнее и только лучше.